номер 550 события дня деяния 18 но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой это у нас за 15 июня 2017 года почему наши святые не всегда удачный пример для подражания константина пархоменко и вот события дня вчера целый день мы шкурили небольшие по 2 метра меньше по метр семьдесят столбушки называемых свои и дети участвует об этом сняли потом посмотрите записи и потом освободился ремонтировал свою машину на продажу большой грузовик как контейнер воз андрей роман малыш и потом он пришел уже в конце работы ближе как раз ужинали в это время и стали никита и володя подкладывать наши эти пасынки как назовем их сваи а он стал их пилить основание заострять четыре спила делать как быстро он работает удивились они двое не успевает подкладывать он сделал 2 на к 2 такие как бревнышки и в них вырезки чтобы удобно держать было теперь дальше все это успевать завести туда все просмолить туда где это будет и заготавливать камни камни привозить и как дальше что будет дети ходят купаются сестры купаются на южном пруду я так боялся что комары не пропустят ничего где-то удобно детям дети по пояс считаю чуть повыше купаются там но ровное везде ни одной ямки нету и никакой коряги не сучка нету вот события дня дальше тут какие-то кегли что-то там какое отношение кегли имеет а так и не понял игрушки дал я стороне стоял и снял их вы увидите какой шум какой гвалт стоит вот пожалуйста каждый занимается своим они убирают со стола в леске галина алексеевна из новокузнецка тасс трочит на машинке шьют шторки вот события то какие у нас события простенькие маленькие но они для нас значимые получилось что стукнули по окно забивали что-то там в раму то она с той стороны гвоздиками давно уже расшаталась стекло большое рухнуло прямо на от плоскут и на мелкие дребезги а я вижу там не очень не нужно там игры володи фанерка закрой какой-нибудь да и только делов немножко выговорил надо было смотреть так оно так держалось плохо но это родители возвращаются а дети встречают у дверей смотрите у нас упала люстра разбилась она сама упала никто ее не трогал в мячик играли долбанули ее так и здесь вы до вас она стояла 13 лет 14 лет уже теперь 14 и не падала вы стали молотком колотить но на сотрясение тому упала нет не мы вот так интересно взрослые люди не мы а кто же ну вы шторку вешали все хорошо ну вы же ее разбили то нет но виноваты мы что не закрепили не досмотрели надо было проверять стоит и стоит вот мы все прихорашиваемся вот людмила пришла ячук петеримова принесла застывшие там ягоды виноград я откуда же это с холодильника или к там с морозильной камеры новая поспевает а это одевать некуда мы примем а поэтому еще то просить будет так и есть ее потеряла телефон ягоды что ты такая неаккуратно да не я до дочурка а вон как василиса потеряла у нее все время на слушает там записи не знаю какие заклепки в ушах и потеряла ребятишек оказывается пришла просить чтобы прошли по полю там где она посла и попытаться найти одному то трудно связаться за руки то я только хотел сказать но думаю обидеться помолюсь чтобы не нашли и чтобы новые не купили а то такой дорогой видно что не мой там самый такой не какой маленький и вот и все улетела и вот сегодня показать хотел новые новости везде новости те о которых я говорю десятки лет они как новости открывают абсолютно во всем гляжу поворачивается лжемиссионерство на меня теперь видят куда заехали то а теперь уже на наше то смотрят они как на святыню самую святую а до этого такая строгость у вас стоят не пошевеляться то другое а теперь попытаться стали устраивать концерты рок-концерты прямо внутри храма и главное иконы закрывает ширмой иконы но это у нас было старину говорит если есть сметану будешь постный день так иконы закроешь чтобы что там шторка перед иконами было это и такое дело то но сейчас я покажу где вот это я захожу опять в интернет но и показать какие наши ресурсы этому ручья к нам все подкидывает вот собачья дня так где же тут у меня сообщение я его откладывал отдельно но получилось ахот владислав марущак молодец такой храм или балаган вот пол пожалуйста сейчас может подожди-ка интереса к личности так видела владислав пишет общаясь с православными людьми иногда обнаружишь странные вещи это странность есть отсутствие интереса к личности господа иисуса христа например беседующий человеком о церковных новостях о политике о каких-либо знакомых разговор клеится но стоит коснуться христа его учения как вдруг возникает какой-то непонятный вакуум которое оказывается нам нечем заполнить более того многие даже становятся стесняются развивать подобную тему им неудобно становится как будто бы речь зашла о чем-то неприличном это кто ж так говорит а бывает верующий человек прочитал много разных книг и статей но евангелия ни разу или например дома у христианина целая галерея икон и святой николай блаженная матрона и преподобный сергий алих христов оказывается где-то в дальнем углу причем по размерам икона спасителя самая маленькая или кто-то говорит какой-то старший старец велел поступать так и так спрашиваешь а христос что приказал делать подобной ситуации молчание кажется мы иногда просто забываем о том кто в христианстве главный христос это тот на которого мы смотрим кого слушаем только он есть точном смысле учитель наставник святые отцы и духовники приходя приходские священники лишь комментирует объясняют нам заповеди христовы раскрывает его волю о нас ведут нас к нему но даже самый благодатный духовник не сможет заставить нас любить христа если мы сами не ищем любви к нему христианину не же должен быть чрезмерно интересен христос горячо интересен ученик иисуса есть тот кто постоянно о нем читает разговаривает думает молится христу и проповедует его святые слова христос есть главная любовь христианской жизни ее смысл если это любовь не жжет сердце то оно больно больно равнодушием и маловерием может ли состоять духовная жизнь если она не будет выстроена христос центрично наша православная литература предлагая разные рекомендации духовной жизни советует между прочим считать евангелие обращая внимание на нравы господа нашего иисуса христа размышляя о боге человеке необходимо вводить разницу между своим из призванием и тем кто я есть в действительности бога человек это зеркало в которое должен ежедневно смотреть христианин в образ совершенного человека необходимо вглядываться для того чтобы обозначить вектор своего развития чтобы обнаружить свои болезни и понимать что лечить если мы не будем знать кем должны быть то не поймем в чем каяться покаяние есть понятие положительное а не отрицательное оно зижится на любви к богу а не на поиске своих грехов в центре христианской жизни стоит христос а не я со своими прегрешениями в таинстве покаяния мы движемся прежде всего к богу а потом уже внутрь себя покаяние имеет целью не только ощущение но и наполнение христом и его благодатью если покаяние человеку не интересен христос и его евангелие то это не покаяние а духовная болезнь будет нечто подобное если мы явимся к доктору только для того чтобы доложить о своих болячках уйдем без лечения грех это преграда на пути ко христу которую необходимо убрать именно для того чтобы приблизиться к господу иначе покаяние выродиться в самоедство и комплекс неполноценности ли господа нашего иисуса христа пусть будет в центре нашей жизни он не только наш искупитель и спаситель но и пример для нравственного подражания идеал человека в котором сходятся исполняются все человеческие добродетели камертон по которому следует настраивать свою жизнь от главного произрастает все частности а главное христианстве христос и царство его дай бог нам не забывать об этом и научиться любить христа все же остальное приложится как он сам обещал полная версия статьи сергея комаров посылки вот но и вот здесь он показывает до зарядить можно храм или балаган просто зарядите и увидите что это такое что она означает храма или балаган храме скачет все творят вытворяет это миссия называется миссионерская работа я могу нажать показать даже где это как выглядит это кстати а вот она православие ру это на православном и вот он стоит добрый то протеерея александр новопашин знаем источник русской народной линии буквально на днях приговор ловцу покемонов соколовскому дали условный срок эта новость стала причиной бурых общественных дискуссий ну и так далее все это вот надо просчитать вот я показываю здесь но можно ли нет прочитать мелкая наверное будет то есть безобразие из безобразия вообразить даже невозможно чтобы скакал прыгал серофим царовский или кто-то вот все но немножко показал перри надо будет вернуться назад в таком месте нахожусь вот сделала она не идет дальше надо будет это другим показать ну наши ресурсы то все это знаете да больше то какие тут у нас события работа до пота все работают и девчонки помогают и шкурят мне поскорее скорее успеть работа сложная и тут надо сейчас искать проволки металлу и не знаем интересно на меня одна тут день рождения я поздравляю меня заготовка что не до праздную то другое и какая-то ну то ли фигура такая у человека или что ну прямо гора мяса и феодосия написано ну я ее поздравил где-то а она мне в ответ я атеистка болван она атеистка я болван это интересно так то есть человек напился где-то она меня говорит а ты пьяница так не бывает если ты атеистка так болван атеистка а да и атеистка значит есть бог если ты борешься еще я буду бороться против каких-то покемонов разных глупостей борется против того что есть и вот то статью который прочитали сегодня ну вот такие наши события богу слава